Добрый день, дорогие друзья! В воскресенье решил устроить барахолку. Итак, сегодня у нас на продаже один нож, три пластины и два клинка. Начинаем по порядку. Давным-давно, в 2015 году, по-моему, я случайно где-то на Ганзе наткнулся на одного человека, который придавал такие интересные ножи. На тот момент мне показались простые. Именно потянуло от них СССРовскими временами. И это были ножи компании Polaris Salisono, которые делаются в Испании. Я у него заказал нож. Он мне его прислал. Нож этот был у меня на тестах. Можно посмотреть издание видео. Вот этот нож-кабун. Это нож из углеродки. От чего меня заинтересовало, это вот эта рукоять целлулоида. Ну, кто рожденный вырос в СССР, все прекрасно знаете. Вы помните, что целлулоид ставился на накладки. Потом еще целлулоид, по-моему, было опасные бритвы. То есть использовался материал довольно-таки часто. Но это какой-то такой жесткий, плотный. Так что я его взял. У меня здесь углеродка. Сведен он в линзу. Режет он очень классненько. Ну, как все углеродки. Слип джоинт обычный. Вот такая форма клинка. И работает он очень классно. Он мне очень понравился. Пружина здесь вот стоит довольно-таки тугая. Но и потом уже, как говорится, чуть попозже, когда он мне предложил взять серию. Ну, то есть не серию, а нож взять из нержавейки. Я его взял. Вот он у меня лежит. Новенький. С тех пор он у меня пролежал в коробке. Тоже брат углеродки. Та же рукоять. Клепки. Ну, в общем, нож такой интересный. Стоимость ножа 2600 рублей. Доставка включена в цену. Пожалуйста, смотрите. Очень такой резучий, приятный нож в работе. Здесь все линза. Все, конечно, класс. Заточка здесь заводская. Ну, и под шумок с этим ножом я взял вот такой вот с бэклоком. Очень легкое открытие, при том, что люфтов практически нет. Здесь тоже углеродка, но здесь замок бэклок. Вот такой вот. Это такой шершлычный вариант ножей. То есть, там что-то нарезать. Вот такая вот испанья. Эти два ножа не продаются. Продается только вот это. Второй лот. Это три пластины с термообработкой. Итак, первая пластина из стали шведской 26C3, твердой 6263 единицы. Ссылки на испытания и тестирование этой стали есть. Это шведская, очень низко легированная углеродка, но у нее по резу и по мех свойствам она очень хорошо занимает, конечно, свою нишу. Режет она очень классно. Механика у нее тоже приличном уровне. И бланк недорогой. Стоит этот бланк 2800 рублей. Размер 190 длина, 33 миллиметра толщина. Бланки относительно ровные. То есть, никаких проблем со слесаркой нет. Есть вот места, где замерялась твердость с двух сторон. Твердость 62-63 единицы. Цена 2800 рублей. Второй бланк из этой же стали 26C3. Такая же термичка. Размер цена 3000 рублей. Размер 215-30 на 3 миллиметра. Места уколов. Этот чуть подлиннее. Ну и сталь немецкая. Супер устойчивая, супер мощная, которую сломать практически невозможно. Это сталь 12519. Она же, по-моему, если не ошибаюсь, американский стандарт О7. Вот она стоит 3500 рублей. 210 длина. На 30, на 36 и 3,6 толщина. Это можно сделать такой серьезный клин, который можно рубить. Лагерник такой небольшой. В принципе, даже можно сделать с него небольшой фултанк. То есть, если небольшой рукоять сделать и, как бы, такой скинерок и лагерник, бушкрафтерский, так можно сказать, нож можно сделать. Все три стали подходят для бушкрафта. У них очень приличная механика. Сломать его их практически, наверное, можно, если задаться целью. Но в работе, я думаю, что этого ничего не произойдет. И теперь у меня два клинка. Это обновленная прерия 2. Один и второй. Клинок травленный. Очень интересно травится. На солнце, когда его смотреть, он такого, ну, как в воронье, как оружейное травление такое. В общем, интересное такое. Не серость. Скорее, как бы, в синеву что-то дает. В общем, прикольно травится эта железка. Это немецкая углеродка. 20, по-моему, 303. Термичил ее Никита Хмаринов. Длина клинка здесь 120 миллиметров. Общая длина 242 миллиметра. Толщина на прерии на этой 3 миллиметра ровно. Их осталось два штуки. Цена каждого 3 тысячи рублей за единицу. Толщина очень прекрасна. Режет хорошо. Удержание РК на очень хорошем уровне. Ну что ж, вот такие вот на сегодня три лота. Ссылки на эти стали будут, на испытания этих стали будут под видео. Ссылку на испытание вот этого ножа. Он там коротенькое. С 2015 года будет тоже, по-моему, если не ошибаюсь, 2015 год тоже будет под видео. Продажи. Этот же такой же нож только с нержавейки. И два прерия, два обновленные. По поводу покупки писания на почту либо ватсап. Отправка почтой России. На этом все. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok